Требую прекратить нарушение все этого порядка. Требую прекратить уголовное преследование. Мы находимся сейчас перед первым западным окружным военным судом в Санкт-Петербурге, где только что был объявлен приговор фигурантам делу сети Филинкову и Бояршиному. Они получили, соответственно, 5,5 и 7 лет общего режима. Пока только один одиночный пикет был на месте, некий молодой человек приковал себя к ограде наручниками, зажег фаер. Свободу! Полит! Заключенным! Владимир Камин, главный пикет, есть согласование? Закон законопорядок. Разбрасывал листовки с лозунгами «ФСБ главный террорист» и «хватит пытать людей». Ну и, естественно, молодой человек был задержан. Здесь можно увидеть большое скопление людей, которые сочувствуют Филинкову, Бояршинову и другим фигурантам дела сети. Многие не ожидали, что приговоры огласят настолько быстро. Фактически ровно в 12, буквально, может быть, в 5 минут первого. Вот мы видим с бокового входа здание суда, вот здесь, за оградой. Сейчас, вероятно, будут выводить Филинкову и Бояршину. По крайней мере, все этого ждут. Антифашист! Нет террорист! Ну вот, якобы, полицейский объявил сотрудникам Росгвардии о том, что если кто-то начнет скандировать, в том числе скандировать слово «свобода», то этого человека нужно задержать. Как мандат охуевшего единоросса, как допрос, как усмешка Минка, как лефордовские… Подождик! 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 Давайте, работаем, что стоим-то! Позор! Позор! Но, как правило, на всевозможных акциях, мероприятиях задержание Санкт-Петербурга происходит существенно мягче, по крайней мере, с гораздо меньшим применением физического насилия. Задержание нескольких девушек проходило достаточно жестко, я бы даже сказал, нетипично жестко. Задержанные, непосредственно внутри автозака, этого достаточно большого автобуса, очень громко стучат и поют. В общем, молодые люди не падают духом. Свободу полить заключенных! Свободу полить заключенных! Вот это, судя по всему, и есть конвойная машина, в которой Филинкова и Бояршинова будут этапировать, вероятно, обратно в СИЗО, или, правильно сказать, отвозить СИЗО. Тут мы видим, открылись вот эти ворота, которые ограждали площадку возле суда, на которую непосредственно выведут Филинкова и Бояршинова. Туда проехал спецтранспорт, вот это конвойная машина. Свободу полить заключенных! Свободу полить заключенных! Свободу полить заключенных! По моим личным подсчетам, сегодня не менее 11 человек задержанных, вероятно, больше, очень сложно считать. Исключительно боевой дух у задержанных, редко такое увидишь, когда настолько не падают духом задержанные люди. Абсолютно невозможно, конечно, будет снять, как выведут Бояршинова и Филинкова, скорее всего, потому что угольная щель остается для обзора журналистов, вот между стеной и вплотную к ней пригнанным спецтранспортом. Свободу! 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 Мы слышали точнее, что Филинкова и Бояршинова погрузили, судя по всему, в автозак. Видимо, по крайней мере, дверца хлопнула. Не вешай нас! Считай книжки! Рома, снимай! Любопытно, что, собственно, задерживают именно за проявление солидарности. То есть такое впечатление, что очень полицейским не хочется, чтобы Филинков и Бояршинов поняли, какое большое количество людей их поддерживает. А сейчас впечатление, что задерживают уже просто всех подряд, даже людей, которые вообще сейчас стояли и молчали. В последние несколько минут задержание носит уже какой-то совершенно рандомный характер. То есть задерживают буквально всех подряд. Никакой логики в этом вычленить не удается. Будем надеяться, что у Филинкова и Бояршинова все будет хорошо в апелляции. Хотя, возможно, это очень наивная надежда.